Друзья, всем привет! Доброе утро в Екатеринбурге! Ура! Наконец-то в одном из своих любимых городов, потому что я здесь прожил очень долго. И по предыдущему видео, если вы не посмотрели, можете посмотреть, я ездил в город, где родился. И потом в 17 лет я поступил учиться в Екатеринбург. И, соответственно, до определенного возраста, до отъезда в Москву, я жил здесь, в Екатеринбурге. И я обожаю этот город, потому что у меня здесь очень много друзей. И я всех их очень сильно люблю и обожаю. Всем привет, кстати. А сейчас, пользуясь случаем, я здесь два дня. И, конечно же, я хочу насладиться городом. Сегодня воскресенье, на улице так тихо и хорошо, не жарко, не холодно. Несмотря на то, что сегодня июнь, да, уже конец июня, начало июля практически. И погода... Лето пока не было на Урале. Было, кстати, недельку какую-то там тепло. Но вот сегодня и все эти... До этого там несколько дней было прохладно. Вот. И что хочу еще сказать по поводу вчерашних событий. Потому что вчера было это... ЧВК Вагнер, что происходило. И я думаю, как хорошо, что я был в деревне. Это еще предыдущее видео. Я, кстати, вставлю в подсказках в конце оба видео про СССР и про деревню. То там связи не было от слова совсем. То есть вот у меня просто все, нет связи. И все, это такая деревня, где нет интернета, нет связи. И благо мы оттуда уезжали вечером. И я вообще не знал ничего, что происходит в стране. Потому что никаких новостей, ничего не было понятно. И когда мы уже приехали в Челябинск, я открываю интернет. И там просто такое происходит. Я вообще офигел. И я так думаю... И это так быстро закончилось уже потом к вечеру. Я думаю, как хорошо, что это все было тогда, когда у меня не было связи. Потому что люди, с кем я потом общался, они просто там все перенервничали, пока все это было. Да, я не успел понервничать. И слава богу. Ну и сейчас с хорошим настроением, выспавшийся, иду гулять по Екатеринбургу. И, конечно же, вам все покажу. Какие-то значимые места для меня покажу. Потому что я обожаю, я люблю этот город. Он вообще классный, Екатеринбург. Если вы здесь не были, и вам представится такая возможность, обязательно сюда приезжайте и погуляйте по нашему Арбату, по центру. Есть что посмотреть. Есть музей имени Ельцина, первого президента. То есть тоже очень классный музей. Я сегодня в него не пойду. Но это вам так вот на засыпочку, чтобы вы по возможности обязательно его посетили. Потому что я там был. Очень классный музей. Ну и все, погнали. Хочу проехаться сейчас. Небольшой кусочек на трамвае. Отживу я, кстати. Приехал я сюда к маме. У меня здесь мама живет. Между ботаникой и автовокзалом. То есть кто знает город, они поймут, где я тусуюсь, где у меня тут локация. А сейчас я хочу проехаться вот на трамвае. На местном. И, ну, позавтракать, во-первых. Я, конечно, меня мама просила позавтракать дома. Но нет, я хочу здесь, в городе, чтобы показать вам заведение. Я пойду, кстати, в одно из самых популярных заведений Екатеринбурга. Ну и сейчас вы увидите практически в следующем кадре. Пешком я еще нахожусь. И за весь день я решил приехать одну остановку на таком трамвае. И вы посмотрите, какие они у нас старенькие. То есть у нас нет таких современных трамваев, как в Москве. Мне даже, ну, жалко и неудобно за это. Но одну остановку проеду. Потому что за целый день я еще столько нахожу. Сейчас я разберусь, как платить. Потому что я не знаю, есть ли здесь кондуктор. Ну, не знаю, кому платить. Сейчас разберемся. Да, здесь, в отличие от Москвы, есть кондуктор. А это у вас банковской картой можно оплатить? Можно. Можно банковской. Смотрите, можно банковской картой оплатить. Можно. Спасибо. А сколько проезд стоил? 33. 33 рубля. А проезд стоил, получается, 35 центов где-то. Создается, 33 рубля всего. Я проехал одну остановку. И приехал вот сюда, вот, в торговый центр Мегаполис. Здесь рядом с ним находится автовокзал. И когда я учился в Екатеринбурге, я ездил из СССР. Вот сюда, на автовокзал, в Екатеринбург приезжал. И дальше уже по городу двигался. А сюда я приехал из одного самого популярного места, где можно поесть. Это пицца Мия. Это настолько старое заведение и популярное. Но я по отзывам читал, что оно, на самом деле, подиспортилось. Ну, спустя, еще камеру неправильно держу. Подиспортилось. И хочу проверить, во-первых, и вспомнить. Потому что пицца раньше была такая вкусная. Там еще картошечка запеченная по-деревенски. И плюс еще курочка такая в кляре. Ну, короче, пойдемте смотреть. Я здесь завтракаю и дальше выдвигаюсь ближе к центру. Вот, собственно, заведение. Это само называется Пицца Мия. И сейчас я вам расскажу, что здесь можно поесть... Вот Фридей называется пицца. Она одна из самых популярных. Прямо вот она была еще с первых. Пицца Мия остальные, я не помню. Вот Баварская была. А еще я вижу, вот в менюшке есть... Так, какая-то... А, деревенская с картошкой тоже такая интересная пицца. Ну, и вот такое комбо, смотрите, есть пицца, кола, картошка и голень. Кончики, детские наборы. Так, здесь есть стойка с приборами. И что у меня вышло? Смотрите. Получается кусочек пиццы, картошка, я взял кофе, капучино, голень и соус дополнительный. Его можно взять. У меня вышло на 290 рублей. Что это говорит? Это говорит о том, что весь... Блин, ну завтра кому-то сложно назвать, конечно, потому что тут и картошка, и голень, и пицца. Ну, в общем, весь этот у меня вся эта еда вышла на 3 доллара. 3 доллара! Друзья, вы бы знали, какой это тайм с картошкой. Еще утро за день открывается в 11 часов, во время там 11.30 словно. И картошка еще, знаете, бывает, что масло, даже в вечер вот такое прямо зажаренное, а это прямо вот чувствуется, что масло свежее. А вот этот соус, называется, уральский, немножко острый. Это так офигенно с картошкой. Просто обедение. Поэтому, опять же, кто в йо-бургер бывает, прилетает сюда, пожалуйста, приходите. А в эти вообще еда норма за 3 баксов. О, так круто поесть вообще, тем более так вкусно. Я друзей в интернете почитал отзывы, говорят, что очень испортилась пиццамия, но по мне так здесь вот в торговом центре мегаполис она ни хрена не испортилась, а такая же вкусная осталась. Я прям насладился вообще все, смел. Только же эта кожура осталась от курицы. Так, ну а я решил прокатиться на метро. Смотрите, у нас здесь какие эти переходы. Так, банковской картой тоже можно расплатиться, это круто. Ага, все, проходим. Я всегда боюсь, что меня может зажать этими штуками, блин, которые выскакивают. Ужас. А я на станции Геологическая. Это вот в районе автовокзала. И сейчас проедусь одну станцию, по-моему, и выйду у цирка, у Екатеринбургского цирка. Покажу вам его. Здесь, кстати, не так часто, как в Москве ездят составы, то есть поезд может раз в 10 минут ехать, представляете? То есть если в Москве там каждые 20-30 секунд, здесь иногда приходится по 10 минут ждать поезд, чтобы поехать. Ребят, я наврал, я спустился в метро, станция Чикаловская и еду до Геологической. Все, уже видите, давно здесь не был и запутался немножко. Видите, как Чикаловская. Очень красиво станция выглядит тоже. Так удачно сейчас два поезда одновременно подъехали, стоя с этой стороны. Ну и все. Мне одну станцию нужно проехать. Народу многовато. Все, я приехал на Геологическую. В ту сторону можно сразу, я так понял, в торговый центр Гринвич подняться. Это один из самых тоже знаменитых и крупных торговых центров. А цирк, вот здание цирка. Посмотрите, какой классный купол. Но, видимо, оно на реконструкции сейчас. Никаких представлений нет, потому что забор стоит. Класс! С погодой повезло. И народу немного. Идеальное время для съемки Екатеринбурга. Смотрите, вот со стороны цирк. И вот здесь, кто в Екатеринбурге помнит, была башня телевизионная. Но она не была в эксплуатации. И просто стояла здесь, как символ Екатеринбурга. Ее снесли и построили. И строят, вернее, стадион. Строят это УГМК. Уральская горно-металлургическая компания. На месте, вот как раз снесенной башни. Круто. А здесь сделали набережную. Ее, кстати, не было. Я когда уезжал из Екатеринбурга, тут вообще все заброшенное было. И никто здесь даже не ходил. А сейчас, смотрите, прямо дорожки есть. Деревья посадили. Сейчас как раз туда я спущусь. Пройдусь, вам покажу. Ну, собственно, вот такая тут прогулочная зона. Это река Исеть. Но она весьма всегда была такая неприглядная. И до сих пор такое и остается. Поэтому, ну, не очень красивая вода. А так, в целом, место для прогулок сделали прикольное. Ведь можно в тени деревьев посидеть. Сегодня, кстати, не сильно жарко. Там уток можно покормить. Цирк виднеется. А впереди, посмотрите, здание торчит. Медная компания. Пойдемте ближе к нему, подойдем, я покажу. Очень красиво. Его не так давно построили. И выглядит, тем более, когда солнце светит, очень эффектно. Вот эта красная полоса, которая идет вдоль набережной. Это полоса, по которой ты можешь идти вдоль этой полосы. И пройдешь по всем топовым достопримечательностям Екатеринбурга. Это, кстати, в Екатеринбурге такая фишка. Не знаю, есть ли еще в другие города. Но очень круто сделано. То есть, реально, вот она тебя проведет по всем классным местам Екатеринбурга. Ребят, вы посмотрите. Какое оно красивое. И это штаб-квартира русской медной компании. Смотрите, как классно. И строилось, она, кстати, строилось здание 5 лет. С 15 по 20 год. И вот в 20 году это здание открыли. Но я говорю, когда солнце светит, офигенско просто смотрится. Бликует вот этот медный цвет. Класс. Очень красиво. Но это тоже один из самых дорогих районов. Здесь дорогие квартиры. Такой элитный. Элитный район в центре Екатеринбурга. В перемешку уже современные здания. Небольшого количества этажей. И вот исторические, как впереди, например, из красного кирпича. Выглядит все просто вот так вот. Обожаю Екатеринбург. Вот здесь как раз с этим зданием. Я не знаю, здесь какой-то парк. Прям такой интересный. Ландшафтный. Такой дизайн. Прямо выдержанный. Видите, есть водопадик. Так красиво все высажено. Цветы, камни. Здорово. Смотрите, какие розы металлические. Классно. Очень красиво. А вы знали еще об одной достопримечательности Екатеринбурга? В нем в Екатеринбурге есть памятник клавиатуре. Посмотрите. Его сверху как раз очень хорошо видно. Но это, блин, просто здорово придумать памятник клавиатуре. Вообще крутяк. И, собственно, вот она, набережная. Туда плотинки уходят дальше. Надеюсь, что я не наверну сейчас здесь. Нормально. Так, давайте я набью свое имя. Нет, это английское. Вот. А. Р. Так, где ты? Т. У. У. Вот. У. И. Артур. Вот. И мы с вами познакомились. Меня зовут Артур. Ребят, смотрите, в Екатеринбурге есть магазин сэсэрского фарфора. Напомню, сэсэр, это тот город, где я родился. А, нечего, кстати, фарфор-то симпатичный. Смотрите. Какие чашечки, тарелочки. Такой измрудный цвет. Класс. Ну, а я сейчас хочу вам показать Екатеринбург с высоты птичьего полета. Вот передо мной здание, называется Высоцкий. По-моему, в 2010 году его построили. И я был уже здесь, на этой смотровой площадке. Очень классный вид на Екатеринбург открывается. И вам сейчас покажу. Здесь, кстати, в нем же есть еще и музей Владимиру Высоцкому. Ну, давайте поднимемся туда на самый верх. Так, я уже подошел. Сейчас зайду, посмотрю, сколько стоит вход на смотровую площадку. Здесь какая-то группа детей идет. А, я вас хитрю, вот здесь вот пройду. Наверное, будет быстрее. Так, ну и все, 600 рублей. Стоит билетик. Все, посмотрим. Да, 600 рублей, кстати, нормально. Недорого. 52 этаж. Фото и видео. Фото и видеосъемка разрешена, написано. Спасибо. Так. Что мы видим с этой стороны? О, господи, ребят, мне надо сначала самому сориентироваться. Я уже забыл просто, как... А, Базовский жилой комплекс. Там что-то я вообще понять пока не могу. Ага. А, вот Ленина идет. Нет. Слушайте, ребят, давайте просто насладимся видами. Пусть я что-то не могу догнать. А, вот Свердлова, вот улица, все пошла прямо туда, там в сторону, в конце Уралмаш, пышма. Наконец-то я сообразил, кто-то не мог. А, посмотрите, а вот это здание, это театр. А сверху, вот это вот, сверху, когда на него смотришь, на карте, допустим, это похоже на корабль. А вон то здание такое полукруглое, на него сверху, когда смотришь, оно похоже на серп и молот. Вот, собственно, самый центряк. Я вам покажу. Вот храм наш, где расстреляли семью Романовых. По-моему, так, я точно не помню, может быть, не здесь. Вот с зелененькой крышей здание Севастьяновых, по-моему, что-то такое. Вау, как красиво, какой Екатеринбург красивый. Дома как грибочки наросли, потому что, когда я тут был в самый первый раз, большая деревня была. А сейчас прям город, мегаполис огромный, видно. Классно. Все. Так. Во! Слышите? В виде серп и молот. Это то, что я вам сейчас рассказывал. Вот, собственно, смотрите. Вот оно, здание медной компании. Вот цирк с куполом. Гринвич, торговый центр большой, огромный. Вот здесь вот проводится вот эта вот часть. Вот отсюда досюда. Здесь проводятся все такие мероприятия. Звезды приезжают, поют как раз вот здесь на плотинке. И пруд очень красивый. А вот этот мост, его тоже недавно открыли. Не помню, как он правильно называется. Вот его реставрировали или вообще заново поставили. Очень красиво сейчас смотрится со стороны. Здорово. Так. Сейчас еще на чем-нибудь остановлю взгляд свой. Классно. Мне так нравится. Это смотровая площадка на Екатеринбург. Извините. Так. Гринд парк. Так. Медная цирк. А туда уходит у нас, по-моему, район в сторону ЖБИ. И туда вот все. Что-то такое. Я точно уже не помню, ребят. Очень красиво. Такой красивый город. Я понимаю, почему многие из Омска, Оренбурга, Новосибирска приезжают, переезжаются, да, в Екатеринбург. Он очень компактный город. Миллионник, компактный. Ну, всегда в пробках. Вот это тоже очень большой минус, что пробки это вообще прям для Екатеринбурга святое. Без них тут не может быть никак. Очень классная смотровая площадка. Прям рекомендую. Просто весь город как на ладони, так красиво все смотрится. Можно все вот эти здания знаменитые, да, там цирк, медную вот эту вот компанию здания. Посмотреть с высоты птичьего полета, конечно, выглядит офигенско все. Ну, и вообще, кто здесь живет в городе, посмотреть, как расположен. Я всегда приезжаю в города и пытаюсь подняться наверх какой-то смотровой площадки или, ну, как-то сверх увидеть город, чтобы у меня картинка сложилась в голове, как расположен он, да. Потому что это важно. Посмотреть его сверху и понять расположение всех частей города, районов. И мне как-то потом в голове карту удобнее всегда строить. Поэтому и приятное с полезным совместить, это вообще классная идея. Очень здорово. Видите, небоскреб посоцкий. А в конце там вот, ну, я просто знаю, как это все и где. Вот там это здание УПИ расположено. Университет уральский. Ну и все. Здорово. Я насладился видом. Немножко вам Екатеринбург показал с высоты птичьего полета. Ну и погнали дальше. Ну и все, спустился я с Высоцкого, со смотровой площадки. Сейчас думаю куда-нибудь еще перекусить, зайти. Еще есть одно интересное место. Называется «Своя компания». Сеть ресторанов в Екатеринбурге. И я помню, когда я переехал в Москву, эта сеть, видимо, пыталась расти. И даже было два ресторана в Москве открыли. Но они там не стали такими популярными, как здесь, в Екатеринбурге. И закрылись. Но я тогда успел зайти, кстати, в Москве в свою компанию. Мне принесли заказ. Все, я заказал себе Филадельфию. И коктейль с лавандовым сиропом. Он алкогольный. О, какой крепенький. Здесь, вот видите, в порции 4 ролины. Все, приятного аппетита. Ну что ж, я продолжаю свою прогулку по Екатеринбургу, по центру Екатеринбурга. И сейчас пришел на набережную показать вам одну из главных достопримечательностей Екатеринбурга. Дом Севастьяновых. Здесь вот даже информация, смотрите, есть. Дом Севастьянова. Один из красивейших домов старого Екатеринбурга. Принадлежал чиновнику горного ведомства Севастьянова. Позднее здесь располагались окружной суд и совет профсоюзов. Ну а еще я прочитал, что в 2008-м саммит ТОШОС его переоборудовали под резиденцию президента РФ. Соответственно, под резиденцию Владимира Владимировича Путина. Ну и здесь в самом центре как раз тоже набережная красивая. Туда к стадиону Динамо уходит. Здесь в сторону центра можно пройтись до площади 1905 года, что, собственно, я сейчас и сделаю. Я так полагаю, можно лодки напрокат взять, поплавать здесь по пруду. Сегодня выходной, народ гуляет. А там торчит вот вверху тоже одна из высоток Екатеринбурга, башня. Не помню, как она точно называется. По-моему, у ГМК также строила компания горно-металлургическая, которая находится, кстати, в верхней Пашме. И туда, если идти по той стороне набережной, там вот как раз музей Ельцин-центра. Не знаю, получится ли у меня дойти туда сегодня. Но, по крайней мере, пойдемте просмотрим ту часть набережной и пройдемся до площади 1905 года к зданию администрации. А иду я, собственно, не специально, но прорисована красная линия. Здесь в основном, я говорю, и салюты, фейерверки. Ну, эти фестивали всякие проводятся в этой части. А вот эта вот знаменитая реклама «Мотив», я не знаю. Я вот как первый раз, наверное, в 17 лет приехал в Екатеринбург. Вот эта реклама, она до сих пор здесь находится. И что вечно это вот она всегда здесь была, есть, наверное, и будет. А вот Высоцкий, с которого мы с вами спустились. Ну, а я вот уже подошел к зданию администрации. Время 4 часа на часах показывает. А здесь, с правой стороны, вот где парковка по диагонали от меня, закрывается зимой все. Строится ледовый городок, ставится елка. И, соответственно, все вот эти новогодние мероприятия проходят вот на этой площади. Парковку убирают. И фирменный цвет автобусов муниципальных в Екатеринбурге, вот такой вот зеленый. Не очень симпатичный, конечно, но это еще посветлее. Бывают прям такие темно-зеленые ездят, крокодильчики, не очень красивые. Лучше бы куда-то другой цвет придумали. Ну, ладно, не нам, не я выбирал. А здание администрации, видите, такое красивое, советское. Зеленый цвет. Сейчас ближе-то подошел к администрации. И елки вот эти вот стоят вдоль. Я вспоминаю, что здесь высокие стояли елки, огромные. И куда они делись? Почему маленькие теперь стоят? Потому что, ну, реально здесь огромные елки были. Странно, что случилось. Как-то я упустил этот момент. Интересно, видите, Екатеринбургская городская дума. Классно, эти часики тоже. Сейчас будет 4 часа, они расщелкают. Пролетарии всех стран. Соединяйтесь, РСФСР. Господи. Ну, красивое, да, согласитесь со мной. Здание очень красивое. А у нас здесь отреконструированный, так скажем, торговый центр, пассаж. Но он вообще выглядел по-другому. Это вообще воссозданное, мне кажется, новое какое-то здание построено, а не воссозданное старое. Потому что он вообще по-другому выглядел, насколько я помню. А за ним как раз Вайнера, пешеходная улица в Екатеринбурге. Сейчас пройдемся по ней, прогуляемся. Покажу, где я работал в свое время, когда только переехал в Екатеринбург. Смотрите, как выбит Екатеринбург. Официальный логотип Екатеринбурга. В три ряда буквы. Не был я сам тоже в этом торговом центре, поэтому решил зайти, прогуляться, посмотреть вообще, как он выглядит изнутри и что он из себя представляет. Тоже, видите, несколько этажей. Внизу магазин гиперболопродуктовый. Ну, выглядит весьма красиво. Посмотрите. Да? Классно. Сверху видите купол. Ладно, но я так пройдусь, не буду уже здесь вам ничего показывать. Сам по магазинам пройдусь. А так вот внутри его показал. Весьма красивый. Ребята, ну давайте сейчас я прогуляюсь по Вайнера тогда. Вот, собственно, пассаж. Я из него вышел. И в ту сторону пройдусь немножко, покажу вам пешеходную улицу Екатеринбурга. И здесь в свое время, когда я жил в Екатеринбурге, даже успел поработать на этой улице. Здесь был салон связи Евросеть. Я работал в Евросети. Это было очень давно-давно. И кто не видел вот предыдущее видео про Челябинск, посмотрите, какая там улица Кирова. Мне кажется, она намного интереснее, потому что такие гирлянды на всем протяжении этой пешеходной улицы были. Выглядело, конечно, круто. А сейчас я замечаю, что очень много появилось московских сетей. Вот таких, как Синабон, да? Их раньше в Екатеринбурге не было. Кофе-икс, кофейня. Тоже вот они здесь открылись. Вот эта цыганка, кстати, ко мне уже приставала, денег просила. Что здесь еще интересного? Ну, в основном магазины. Магазины, кофейни. Ну, мне кажется, по ощущениям, что само место, оно такое, уже изжившее себя. Раньше как-то было по приколу здесь пройтись, прогуляться. А сейчас вот, ну, что-то как-то и скучно, и ничего такого нет. Интересного. Если мне на голову удержать, я его не даже не удерживала, сколько было. Здесь, кстати, вот быты есть. Оно до сих пор здесь сама сойти. А еще, я не знаю, дойду я сейчас или не дойду. Здесь есть вот такая вот культура. Гене Букину. Помните, такой сериал был? Я не помню, как он назывался. Блин, ну, типа он в Екатеринбурге снимался по сюжету. И вот этот Гене Букин, который работал в ремонте обуви. И здесь ему памятник есть. Давайте я попробую до него и дойти. Вот, ребят, дошел. Видите, Гене Букин. И у него, собственно, в руке туфелька, которую, видимо, трогают на удачу. Давайте тоже так же сделаем. Прикольно. И помимо этой скульптуры, здесь еще есть одна. Это скульптура Майкла Джексон. Видите, в его фирменном стиле. Прикольно. И тоже, видите, палец вытерт. Все трогают его за палец. Вот так вот. Ну, и, собственно, здесь еще до конца, видимо, Гринвича, тоже пешеходная часть. Здесь прям вообще спокойно, народу нет. И вся остальная тусовка, она, конечно, ближе там, к центру. Я, кстати, вспомнил, сейчас пока шел обратно. Сериал называется «Счастливы вместе с Геной Букиным». И все эти события, да, происходили в Екатеринбурге. Ну, по сериалу, конечно, это снимали все в Москве. Но все же, вот, видите, какая история у этого сериала. И какой даже памятник поставили. Зашел я еще в Гринвич пройтись. Хочу зайти в Зару. Она же сейчас по другим брендам здесь. И посмотреть, отличаются ли бренды от... Ну, вернее, товары от реальной Зары. Сейчас он, по-моему, Мак называется. Так, магазин этот. Погнали, посмотрим. Сейчас сначала аккуратненько зайду, потому что в Екатеринбурге страшно с камерой заходить. Потому что как-то они очень классно реагируют на камеру в магазинах. Но пока вроде бы тишина. Себя-то я точно могу снимать. Здравствуйте. Ну, вроде бы, пока особо никто мне не запрещает вести съемку. Слушайте, я сейчас и коллекцию-то особо не знаю, какая в Заре. Вот кто разбирается, скажите, соответствует ли эта коллекция тем вещам, которые вы видите. М-м-м, такие рубашечки прикольные. Привет! Блин, классные. Сколько цены? В 5-600. Слушайте, интересные всякие есть. Цвета интересные. Прикольно. Смотрите, какая футболочка. Сколько стоит? Две тысячи двадцать баксов. Двадцать долларов. Вот интересные зелененькие штанишки. Три тысячи тридцать баксов. Ну, нормально, кстати. Ассортимент очень хороший, большой. Реально, смотрите, сколько. Это весь мужской отдел. Здравствуйте. Здравствуйте. Сказать что-то хотите? Ну, просто интересно, что вы снимаете. Блог. Видеоблог. А, видеоблог на YouTube? Да, да. А это будет? Будет, если вы снимаете, может, расскажете. Ассортимент ваш. И как, понравилось? Ну, пока да. А можно узнать, как вас зовут? Чикорико Лив. Хорошо, я сейчас запишу. Да, пожалуйста. И пойдемте посмотрим. У меня здесь сестра где-то ходит в женском отделе. Посмотрим, где они и что здесь есть. Тоже ассортимент большой. И первый раз ко мне подошли и спросили, что вы снимаете. Здравствуйте. Видеоблог. Сразу все-таки любезные. Просто если бы мне сейчас сказали, что снимать нельзя, было бы, конечно, печально. Ну, ладно. Слушайте, ну, женский ассортимент намного больше. И, кстати, посмотрите, какое разнообразие цветов тоже появилось. Потому что, ну, типа, всегда такие монотонные цвета были, а здесь и оранжевые, и зеленые, и каких только нет. Классно. О, Ян. Вот. Все, нашел. Ну, собственно, вы все увидели. Все товары, которые... Ну, как все. Все, что смог, показал. Так что, смотрите, не знаю. Давно я не был в Заре. Мне кажется, вот в Турецкой Заре, например, там выбор намного скуднее, чем здесь, хотел сказать, в Москве, чем в Екатеринбурге. Ну, все, ребят. Вот я уже спустился в метро. И, как я уже говорил, смотрите, 6 минут прошло, а поезда еще не было в мою сторону. Поэтому я сейчас жду свой поезд и еду домой. А тем, кому понравился Екатеринбург, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Пока-пока.